Привет, народ! Добро пожаловать на новую серию по спаржи. Забрала вчера спаржу. Еще сейчас идет до сих пор обкаточка. Смотрю, что с ней происходит, как ведет себя настройка двигателя. Ну, вот стоит рогулыч. Он уже полноценно продан Сане, то есть ключи отданы. Но один комплект у Сереги пока лежит, потому что на рогулыче надо делать мотор. Вкладыш провернула. Надеюсь, в лучшем случае. Вот в таком вот он состоянии. Починили замки дверей. Хотя бы сейчас работают. Нормально закрываются с ключа. Плюсом установили соленоиды. Сейчас Сане еще дополнительно потом поставят сигнализацию. Жалко, конечно. Ну, куда деваться. Тройку надо. Хочется. За спаржу надо расплачиваться. Ремонт вышел в крупненькую сумму. Сейчас, короче, думаю съездить на моечку. Ни дверных ручек, ничего пока особо нету. Рулетский мой, который я сейчас тоже продаю. Чтобы расплатиться с долгами. Немножко греется, конечно. Меня это сейчас напрягает немного. Все время включается вентилятор. Ладно. По бензину. Вчера заправили полный бак. То есть стрелка была чуть даже правее еще. Я проехал сегодня. Плюсом вчерашняя обкатка в километров 50. В общем, вот. 82 километра сейчас накатались со вчерашнего вечера. Обороты немножко плавают. Когда немножко понаваливаешь, погазуешь, получается обороты она завышает. А вот когда машину перезапустишь, она снова в норме их держит. Я не эксперт в прошивках, поэтому не вам не объяснять. Рассказал то, что сам знаю. Вот сидение в полном порядке. Ездится. Уж забыл даже, как пользоваться магнитолой. И мне мозг вот этот вот датчик. Именно передний и правый. Становили нормально. Ну, жопа подспускает, если два дня машина постоит. Вот как задний салон у меня выглядит. Все разобрано. То есть самыми толстыми материалами проклеено. Более-менее хоть как-то до арки. Все, вот пол лежит и все. Ну, это я снимал все, чтобы потом, когда арки мы варили, не зафоршмачить. Но пока не до арок. Вот. Надо жигу делать, чтобы Саня уже тоже на ней катался. Как-то неловко получается. Ну, все. Поехал, надую моечку, досполоснул. Поставил я бампер. Немножко помучился с креплениями, но вроде сел он. Но, конечно, что-то не вызывает он у меня двери. В этом месте вот он спученный. Вот тут вот. Здесь я не стал закручивать, потому что там пластиковые клипсы, в которые саморез скручиваются, нету его. Вот здесь я вкрутил. И понятно, что вот эти два больших крепления. Также, наверное, как-нибудь снизу, потом вот с двух сторон прикрутим, чтобы понадежнее было. Вот. И здесь я докручу. Вот такой вид. Кстати, смотрится очень круто. Мне нравится. Быстрее ли он почернет от выхлопа? И как быстро он поцарапается от говен из-под колес? Поставил также пороги. Решил не мучиться. В принципе, их очень быстро ставили. Буквально под резинку, раз у меня пластиковые пороги скручены, с которыми я пока не знаю, что идет. Либо красить их в черной жидкой резиной, либо в черный матовой, обычно задувать. Поставил себе водительскую ручку там в салоне. И ручку КПП, которая стояла в жиге. Полированный руль тоже. Вот ручка. Буквально вот он, под эти вот резинки уплотнительной дверей засовывается порог. И все. Подсветку почистил, все работает. В салоне прибрался хоть. Стекла все вычистил, натер. Хотя бы сейчас отражают. Чтобы ничего не брякало. Убрал все. Еще надо гайки на колеса покупать. Короткие, чтобы колпачки на них одеть. Нормальные, гоночные тоже. Которые мне Sega подогнал. Завтра здесь еще протестирую. Сейчас мотор пока полностью еще на обкатке. Ну как, точнее не на обкатке, а на прокатке. То есть мы еще выявляем ошибки там программы. Прикатываем программу. Смотрим, как себя машина ведет. Конечно, очень много мне пришлось с ними потратиться. Это ДМРВ там особенно купить. Там клапана. Все это дело. Это в итоге в такую сумму вылилось. Ну, благо сейчас я голову. Потом дальше могу спокойно ее продать автоспортсменам. Говорят, что 100 сил в неточности сейчас есть в этом моторе. Сильно радует. Он очень сильно динамичный стал. Звук прям конкретно изменился. Масло жора, ну может быть минимальное есть. Не знаю, помогла ли совсем уж раскоксовка. Вот мы низ получается раскоксовывали. В голову полностью Sega мне вышлифовывал. Отполировывал. Притирал клапана. Седла тоже там у них подготавливал. Все, короче, сделал. Степень сжатия проверили. И мотор крутится спокойно до 8000 получается. Дальше он технически не может прокрутиться, потому что ему коленвал не дает. Вот так, если какой-нибудь коленвал поставить злой, то может и дальше будет уходить уже до 9-10. Но мне этого не надо, как бы. Я первый раз увидел этот мотор, который крутится до 8000, я охренел просто. Я еще ехал сзади, получается, на железе, державшись за распорку, пока Sega его прокатывал. Очень было страшно. К сожалению, с арками пока опять не получается. Сейчас он там доделает выхлоп на Хонде. Потом мы закатим жигу, потому что на жиге, я повторюсь, провернуло вкладыш, но это я надеюсь. А потом только уже спаржа. Меняю я вот свой такой вот деревянный момо на вот такой вот восьмерочный руль старого образца. Делаю это я потому, что завтра я иду в Оксинбург, меняю свой руль на сидение от тройки. Ну вот получается вот такая дудоня. В принципе, смотрится очень тоже круто к старой панели, к моей. Ну, у меня панель же старого образца и руль вот сейчас тоже старого образца. И вот эти вот углы прям вообще ровно получаются. Вот единственное то, что неудобно, это далеко слишком рычажки. В принципе, уже привык. Либо после шахи мне до сих пор непривычно, когда они прям вообще за рулем находятся и постоянно случайно задеваешь. Временно мне дал Sega его, так что сейчас вот буду кататься так. Да, конечно, жалко расставаться со своим момо, но что поделать. Переходник, кстати, я себе оставляю. Вот он полированный, ну тут чуть-чуть еще уже заляпанный. Также я к нему отдам центр деревянный с кнопкой и плюсом ручку КПП деревянную, тоже из красного дерева. Вот эта ручка была у меня в жиге, ну вы, наверное, должны помнить. Сейчас она поселилась здесь. Какой руль в дальнейшем будет, планирую поставить от Vesta Sport. Получается, с мультимедией тут в руле. И вот эту вот пластиковую крышку, которая идет на нем, я хочу ее сделать под карбон. А под плюсом кнопки, которые тут будут, управляют мультимедией, хочу их подключить. Также перешить, сделать ее зеленой строчкой. И, короче, вот такая вот полосочка будет зеленая прям посередине, чтобы было прям вообще по-спортивному. Но это, напоминаю, будет на Vesta-овском руле спортивном. Но пока вот этот временно буду чилить на нем. Приехал я домой, забрал я этот ковролин. Ну что ж, сказать, воняет он дико сыростью. Вот он такой вот у нас красавец. Синий прям. Воня на нем минимум. Ну а так вот, будет видно его получше. В принципе, вот я разложил, как он должен быть лежать. Косяков пока вроде минимум наблюдается. Разве что вот эти вот вытянутшиеся нитки по краям. Ну это как бы ладно, это идет под сиденьем, это не видно. Это тоже ничего не видно. Он сказал, что вот этих уголков у него не было. По сути, они там должны быть. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Нашел в продаже синий карпет, если что. Отверстия под ремни все есть. То есть, со всех сторон. Тут тоже здесь ничего не порвано. То есть, вот. По поводу прокурыши. Прокурыши пока не видно. Ну и опять же, его надо стирать, мыть. Ой, на камеру как он, прям синий-синий. То есть, даже тут ничего прям сильно не порвано. А вот этот шов, он прям вообще замечательный. Идет по всему периметру. И этот тоже прям, вон, смотрите, какой непротертый. Вот тут есть, конечно, затертость. Но это, в принципе, простительно, думаю. Также тут какая-то вот такая вот штучка есть. Это какая-то больше наклейка, какая-то какушка похожа. Ну, думаю, уберется. А, вот еще косячок. Эх, ну ладно. Думаю. Не будет видно, тем более под ковриками. Все, кольца нету, как я и говорил. Вот тут еще чуть порвано. Блин, ну думаю, как-нибудь зашью. Кольцо у меня есть. А, вот еще, кстати, дырочка. Вот такое чудо за тысячу рублей. Сейчас я его кину прямо в стирку, так как она есть. Думаю, должно отстираться. Потому что мыть его керхером, нет, не вижу смысла. Ну вот, синий ковер. Завтра я в Екатеринбург уже договорился с человеком. Еду, забираю два передних сидения и два задних дивана. То есть, получается, там, по-моему, комплект ранних сидений должен быть. И задний сиденье он, как сказал, докупал на разборке, на запчасть. То есть, под эти, под заплатки его. Он поздний. Ну, вроде как по фото. Не знаю, все увидим завтра. А сейчас это дело в стирку отправляется. Также, кстати, человек мне отдал зеркало. Правда, оно ржавое. Ну, думаю, я его покрашу. И соньку сойдет, потому что на Жиге не было зеркала. А то, которое было, я его разобрал. Пытался хамелеоном заклеить стекло. Точнее, зеркальный элемент. И так и не смог его собрать обратно. Просто выкинул. Оно в магазине так-то 200 рублей стоит. Также я намутил ему комплект резины 14-й. В таком вот состоянии. В принципе, за три колеса бесплатно. Это очень даже хорошо. Это получается у нас Continental 185-60-14. То есть, вполне нормально. Также у него еще вот тут два советских колеса дутых. И три штамповки 14-х черных. Которые стояли у меня на 11-й всю зиму. И как были мы и подменкой. Но сейчас я буду искать себе 15-е подменки. Думаю, найду, короче, штамповки. Ну, может, также опелевские. Может, уже какие-нибудь литые диски опелевские. Под разболтовку, которая идет на ступице. То есть, 5-110. Ну, как, точнее, на проставках переходных. Одену на нее зимнюю резину свою низкопрофильную. Ну, как, в кавычках, 205 на 45. Уже можно назвать не низкопрофильной, в принципе. Это будет моя подменка. И заодно моя зимняя резина будет. Ну, как, точнее, зимний комплект колес. Вот. А вот эти колеса, наверное, продам. Вот. Без проставок. Так, проставки уйдут на зимние колеса. На следующий сезон летние колеса будем новые проектировать. То есть, с нуля будут кастомные центра. Это будет очень круто. Так, небольшое включение с моего курятника. Решил вам показать место еще, куда я переехал. И где находится весь мой шмот. Шмот именно автомобильный. Такой небольшой тамбур. И здесь вот бывший курятник. Который я отмыл. Находятся у меня здесь, наконец-то, свои запчасти. В сухости, в тепле. Ну, здесь лежит весь пластик с 11-й. Да и так местами для жиги тоже. Вот, к примеру, в задние форточки вставлять. Всякие штучки. А, вот еще хвост этот. Точнее, спойлер в стекло. Багажник на крышу. Распорка. Фартук троечный, который я хотел на Рагулыча поставить. Но так и не поставил. Там у меня все связано с колесами. То есть, проставки, гайки, всякое прочее. Пластик в багажник на Жигу Сега мне отдал. Порог на 11-ю. Хром эти водостоки. Всякая мелочевка. Шестнарь мой будущий валяется. Я тут готовлю место для этих диванов и кресел. Вот думаю разместить это все здесь. Сразу входом. Сколько здесь? Наверное, метра два получается. Потому что места тут много. Будет два задних дивана и два кресла. Еще плюсом. Мне вот надо ковролин куда-то сейчас скинуть тоже. Но ковролин, наверное, все в куче будет лежать. Ждать своего часа до выходных. Там уже буду мыть, все стирать. Перебирать и смотреть точно. Так, в общем, подприбрался я здесь. Пришлось поставить фартук именно так. Горизонтально. Там у меня лежат пакеты. Засунула туда распорку вглубь. Ковры пока бросил здесь, чтобы был теплый прием диванов. Сразу тут диван, диван, там кресло, кресло пойдет. И потом уже на них все сложу. Вот. Конечно, куча у меня всякого добра. Лишь бы все годное было. Как бы и выкидывать жалко. Потому что реально годные вещи все. И продавать лень. И самому вроде понадобится расстройку хочу. Вот. Багажник сейчас я на крышу вот этот, который мне влялся. Который мне достался бесплатно. Я его выложу на продажу. Вот эту штукинцу, полку заднюю я поставлю. Поскольку задние штучки пластиковые в 11 я поставил на место. Что так. Завтра забегут диваны и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Coron sistema тестов. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.